здравствуйте мы на портале x get отвечаем на ваши вопросы сегодня у нас очень непростой вопрос он очень короткий но действительно очень непростой как утешить умирающего большинство людей не в отличие от священников или врачей работников хосписов не слишком часто оказываются рядом с умирающим человеком и оказавшись вот в этой ситуации в первую очередь испытывают недоумение страх иногда просто ужас который вызывает приближающейся смерть и это действительно так смерть в некотором смысле это мера и итог жизни человека современная цивилизация вообще устроена так чтобы мы поменьше сталкивались смерти со смертью во всем ее неприглядном и ужасном проявлении даже похороны обставляются таким образом что мы как будто и не со смертью сталкиваемся и поэтому когда человек еще не умер но ему в ближайшее время предстоит это первое чувство которое возникает у людей находящихся рядом к сожалению даже если они задают себе и например нам вопрос как утешить умирающего это желание или это чувство спрятаться это желание как-то избежать этой самой встречи со смертью и поэтому у них возникает ощущение что есть какая-то волшебная технология есть какие-то волшебные слова правильные не обязательно прямо волшебные но правильные слова которые сказав можно утешить умирающего и можно утешить самого себя как вот все правильно сделано я все хорошо сделал и теперь значит вот все дальше живем именно поэтому часто на похоронах когда человек уже умер или когда он умирает родственники ругаются друг с другом по мелочам как мы сделали это то ли мы положили в гроб так ли устроили поминки закрыли ли зеркала поставили того то есть вот оказывается что люди пытаются уцепиться за некие правильные формы поведения которые якобы гарантируют мертвого в его загробной участи а их самих как бы уберегают от контакта с этой реальностью надо понять что такое поведение и такое ощущение глубоко неправильное надо никуда бежать не надо никуда прятаться не надо думать что есть какие-то слова правильные правильные чувства или правильное поведение которое может вам помочь утешить умирающего или подготовить его к жизни вечной самое главное что вы можете делать это быть рядом с ним не только физически но как бы открыться для него чтобы он чувствовал что он не одинок потому что самое страшное смерти это конечно ощущение о котором написал еще ветхом завете праведный иов наг я вышел из утробы матери своей ногой возвращусь и в землю то есть вот это как сказал наш замечательный философ ильин антологическое одиночество в этом мире она в смерти проявляется очень острый поэтому когда человек умирает ему очень важно чтобы рядом с ним был кто-то кто вот не оставит его поэтому тут есть два очень важных момента если человек не знает не знаком не понимает или забыл православные учения о загробной жизни то здесь конечно надо ему это напомнить буквально опираясь на слова например апостола павла в его послании к римлянам который говорит что нынешние временные страдания ничего не стоит в сравнении с той славой которая откроется в нас то есть необходимо сказать человеку что его жизнь не заканчивается смертью что смерть это пасха что смерть это переход и тем самым побудить его к покаянию побудить его к тому что он готов был бы к встрече если есть еще время и сила со священником чтобы он мог поисповедоваться чтобы он мог причаститься святых христовых тайн перед лицом вот этого одновременно страшного и для христианина радостного перехода в вечную жизнь то есть это первое что необходимо сделать первое не по времени а первое по значимости первое по значимости что вы можете сделать это может быть последнее по времени но вы должны держать это в уме что главное подготовить человека не к самому факту смерти, а подготовить его к встрече с Господом. И для этого опять-таки, как я уже сказал, необходимо, чтобы этот человек открылся сначала для вас, если он закрыт для Господа. Чтобы он поверил вам, чтобы он почувствовал, что вы с ним, что он не одинок. Иногда достаточно держать его за руку, не говорить ему каких-то правильных слов, потому что иногда вот, как я уже сказал, за правильными фарисейскими словами, мы выстраиваем преграду между собой и этим человеком, как бы отгораживаемся от него, а необходимо все преграды разрушить. Необходимо в какой-то момент отринуть все формальные процедуры, отринуть все формальные вещи. Просто быть рядом с этим человеком. Сказать ему, что вы его любите, если вы не говорили ему это при жизни или давно не говорили. Да даже если говорили уже сегодня утром, можно сказать ему об этом снова в обед. Сказать ему, что вы рядом с ним, что он для вас дорог. Дать ему, опять-таки, важно не просто сказать, а дать ему это почувствовать, чтобы он чувствовал вас рядом с собой. И в нужный момент, и в нужном состоянии сказать ему и те правильные слова, о которых я тоже уже перед этим говорил, чтобы не остался он без церковного напутствия, без исповеди и без причастия перед лицом смерти. Просто так утешать внешне говорят, да ты не бойся, ничего страшного, мы же все равно все там, все правильные слова, в общем, мы знаем. И дело не в этих правильных словах, а дело в сердечном соучастии с этим человеком. Поэтому постарайтесь рядом с умирающим человеком любить его и проявить эту любовь таким образом, чтобы он почувствовал это. Субтитры создавал DimaTorzok